Сегодня в виртуалити. Они отложили GTA 4. Сволочи! У Джеймса Бонда не осталось ни кванта милосердия. Выставка Игромир показывает самые ожидаемые игры в России. Привет, меня зовут Макс Васильев и это программа Виртуалити. За полчаса вы узнаете обо всем самом новом и необычном из мира видеоигры компьютерных развлечений. Недавно в Москве отгремела третья по счету выставка Игромир. Традиционно 57-й павильон ВВЦ на три дня оккупировали геймеры, журналисты, разработчики. И традиционно не обошлось без громких анонсов. Создатели Сталкера объявили, что по игре будут снимать фильм, главную роль в котором исполнит Гоша Куценко. Удивились? Я нет. О том, как видит свой образ, почему именно он был выбран на эту роль, Гоша рассуждал на пресс-конференции. Мне приятно видеть себя с автоматом в руке, в капюшонах, тем более капюшон мой любимый головной убор и теряй все равно. Так что мне приятно, что мы вместе встретимся в центре зоны. Сама идея, как бы, Чернобыля, я говорил тебе, что это тоже коснулось меня какой-то степени. Я служил в Черносах, когда во время взрыва. Это не так далеко от той зоны. И нас там накрыло пора с дождиком, а солдаток никто особо не беспокоился. Ну вот видите, я сижу, меня пригласили на роль Сталкера. Сейчас кризис, сейчас изменились времена, когда-то можно было делать беззубые сказки какие-то. Нет, нужно делать реальное кино, которое бы, чтобы сделать и продолжение, и заработать нормально бабла на старость. Ну что, поможем Гоши безбедно встретить старость? Купим билетик в кино, м? Когда начнутся съемки фильма, на пресс-конференции, к сожалению, не сообщили. Чем еще запомнился Игромир 2008-го в сюжете? Ежегодная выставка Игромир в этом году не преподнесла никаких особых сюрпризов. По большому счету, все, что привезли разработчики на выставку, журналисты уже видели на прошедших форумах в Лейпциге, Лос-Анджелесе. А вот русским геймерам вряд ли было на что жаловаться. Всевозможных зрелищ, конкурсов, полугулых, девиц и халявы было хоть отбавляй. А главное, многие впервые получили возможность увидеть своими глазами самые ожидаемые игры, а в некоторые даже поиграть. Вот несколько наиболее интересных, на наш взгляд, проектов. На этот Игромир мы привезли PC-версию Burnout Paradise, над которой трудились последний год. Теперь и обладатели компов смогут оценить эту ураганную гоночную аркаду в деле. Народу все очень нравится в Burnout'е, не хватало только парочки крутых байков. Мы думали-думали и сделали сразу четыре. Ну и до кучи добавили еще всяких вкусностей. Смену дня и ночи, новые виды сетевых заездов и специальный режим для вечеринок. А еще совсем скоро выйдет дополнение, которое называется «Легендарные тачки». Там будут совершенно чумовые драндулеты. Например, вот эта машина времени из фильма «Назад в будущее». Натурально она будет висеть над землей. Такие пироги. Эмпайр, если кто не знает, это новая игра в серии глобальных стратегий Total War. Впервые в серии дело будет происходить в 18 веке. Плюс добавились морские баталии, чего раньше не было. Масштабность игры потрясает. Вы можете отвести камеру и увидеть все поля боя с высоты птичьего полета. А можете крутануть колесо мышки и увидеть буквально лица солдат. С каждой стороны в бою может участвовать до 10 тысяч человек. Пехота, кавалерия, артиллерия. Настоящая бойня. Чтобы все это выглядело достоверно, наши исследователи изучили столько пыльных книг и чертежей, что до сих пор не пойму, как у них башка не треснула. Уже в феврале следующего года вы сможете оценить все труды по достоинству. Ну, короче, сейчас я вам расскажу про Warhammer Online. Это такая игра, ну, когда вот вы сидите один в комнате, но при этом вы не один, потому что вы играете сразу с парой миллионов человек со всего мира. Мир в Warhammer придумали 25 лет назад полнейшие чудики. Они сидели по своим халупам и рисовали таких маленьких, таких пластмассовых солдатиков. Ну, не успели ребята глаза маргнуть, как их 60 миллионов штук скупили. Но мы тоже, значит, не будь дураки, решили, значит, игру про это сделать. Там есть такие огромные орки, ну и такие футбольные хулиганы. Эльфы высокие, фирменные такие пижоны. Темные эльфы, пижоны под кайфом. И, наконец, гномы, такие агрессивные забулдыги с кирками. В общем, все они друг друга ненавидят, война везде. И запомните, это вам игра не про танцы, охоту или кулинарию. Это игра про насилие. Тут повсюду рубилово, жестокость и убийство. Мясо, мясо, мясо. Это был специальный репортаж для русского МТВ. Выставки проходят, игры разрабатываются, а между тем Госдума не дремлет. И вновь пытается следить за компьютерными играми. А нужно им это для того, чтобы снизить пропаганду насилия. Уже через неделю обещают подготовить документ, который поможет установить контроль над содержанием электронных развлечений. А пока давайте посмотрим выход, каких игр нас ожидает. Ну, он ожидает нас в том случае, если политики все же одумаются. Версию GTA 4 для PC отложили. Но, к счастью, совсем ненамного. Всего ничего осталось ждать владельцам персоналок и завидовать обладателям консолей. Стоит подождать еще какую-то жалкую недельку, и вы в Либерти Сити. А там Ника Белич, русский эмигрант, ирландские мафиози. Полный беспредел. А также улучшенная дальность прорисовки, новый мультиплеер и, задерживаем дыхание, разрешение экрана вплоть до 2560 на 1600. Теперь настанет очередь приставочников облизываться на идеально четкие текстуры и удобное мышиное прицеливание. Кто б что ни говорил, а PC жив, пока на нем продолжают выходить такие игры. Гоночный боевик Уиллмен вновь отложен. Неизвестно, чем проект на этот раз не понравился издателям. То ли обещанная живая дышащая Барселона вышла неубедительной, то ли Вин Дизель, исполняющий главную роль, недостаточно часто блестит в кадре лысиной. Так или иначе, амбициозные покатушки с криминальным уклоном и полицейскими разворотами заставляют себя подождать. Радует хотя бы то, что этот перенос, как обещают, последний. Дата выхода окончательная. Далее в виртуалити. Сумасшедшие кролики штурмуют телевидение. Голливудские актеры отжигают в Red Alert 3. Шумахер родился на 20 лет позже, чем надо. Это в виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира компьютерных развлечений. Уже почти месяц по планете шагает третий Fallout, который, кстати, продался лучше, чем предыдущие части серии. Правда, до Японии он еще не дошагал. Выход игры в стране Нинсь запланирован на декабрь. Вот только версия у них будет отличаться от европейской. Например, при выполнении квеста в городке Мегатонна, который построен вокруг неразорвавшейся ядерной бомбы, мы можем ее рвануть. Кстати, извините, если раскрыл часть сюжета. Так вот, в японской версии по известным причинам взрывать ядерную бомбу в городе будет нельзя. Самураи, когда узнали, очень расстроились. Надеюсь, что игры, о которых мы расскажем в новостях, у них вышли без изменений. Те, кто на протяжении последних десяти лет верил в красную угрозу, получили возможность оценить ее масштабы. Увидела свет-стратегия Red Alert 3. Эксперименты с машиной времени, Третья мировая война и вечно живой, вечно агрессивный Советский Союз. Вот визитная карточка этой альтернативной вселенной. Здесь бродят настоящие боевые трансформеры. Медведи с автоматами в руках прыгают с парашютами. Огромные пушки выстреливают танками. Здесь прямо на воде возводятся фабрики, и на ходу переписывается история. От звезды Голливуда ловит кайф от бредовости диалогов в катсцены. Собственно, вот и все. Фанаты останутся довольны. Здесь все как в Red Alert 2, только нарисовано получше, и еще есть японцы. А вот прорыва в жанре не получилось. Есть опасения, что по-настоящему новаторские идеи в жанр РТС внесет только сто пятьсотая игра под названием Red Alert. Все телевидение захлестнула массовая волна истерии. Еще бы, ведь Рэймон Рэйвен Рэббитс Ти Ви Пати добрались до релиза. Те самые кролики, у которых с головой не все в порядке, никак не хотят отказываться от планов порабощения мира, и начинают проникать в сознание добропорядочных граждан через средства массовой информации. Да! 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 Главное нововведение у летной аркады — возможность использовать V-Board, то есть контроллер в виде доски, управляемый ногами и в том числе попой. Давясь от тяжести, придавивший доску фигуры, кролики вытворяют все новые и новые трюки, поясничают и, к сожалению, для человека достигают своих целей. Уля! Потому что противостоять этим обаятельным созданиям невозможно. Всякие поигравшие в Рэймон Рэйвен Рэббитс окончательно становятся фанатами истеричных кроликов, тем самым приближая их окончательную победу. Такие дела. Российские игроделы обнаружили у себя неподдельный интерес к отечественной истории. Только что вышедшая стратегия «Тринадцатый век русич» собирается поведать геймерам об одной из самых тяжких ее страниц. О том времени, когда даже победа Александра Невского не остановили натиска ливонских рыцарей на Русь. Хорошо взяла! Игроку предлагают сыграть роль псковского князя Давмонта и провести свои дружины по всем полям сражений. Уцелевшие в каждой из битв войска переходят в следующую, сохраняя набранный опыт. Для любителей онлайновых ресталищ припасена система рейтингов с обязательным поощрением многочисленных ратных подвигов. Кони, солдаты, природы и даже вороны над полем боя нарисованы с таким дотошным реализмом, до которого многим стратегиям как до луны. В общем, есть еще чем заниматься, пока не вышла игра «Тотал Уор». Хорошая новость для любителей байков. Теперь можно не слазить со своего мотоцикла хоть круглый год. Правда, есть одно «но». Мотоцикл виртуальный. Но зато вам не нужно тратиться на бензин, резину и прочий став. О ревущих моторах и скоростях в рубрике «Хит». Кто сказал, что цилиндры не в моде? Как бы не так, вот в мотоспорте они как раз в почете. Мало того, чем больше цилиндров, тем лучше. А если серьезно, то мотоспорт почему-то принято считать младшим братом автомобильного коллеги. А зря. Турниры по нему в мировом масштабе стали проводиться существенно раньше. «Мото-Джи-Пи» — это старейший чемпионат в мире авто- и мотоспорта. Появился он еще в 1949 году, когда ни о какой «Формуле-1» никто и слыхом не слыхивал, а родители Михаилю Шумахера еще даже не познакомились. Так вот, игра «Мото-Джи-Пи-08» как раз тем и занимается, что досконально воссоздает этот самый чемпионат. У нас в игре действует официальная лицензия чемпионата, три класса мотоциклов, 125, 250 кубиков и, естественно, «Джи-Пи». Присутствуют все самые известные трассы от Катара и Индианаполиса до знаменитого «Лимана». По сравнению с предшественницами, «Мото-Джи-Пи-08» сделала существенный крен в сторону реализма. Если прошлые игры серии были известны своим аркадным геймплеем, то это может похвастаться куда более продвинутым поведением мотоцикла. Стукнули соперника на трассе, перебрали газку? Не сомневайтесь, ваш двухколесный зверь и его всадник полетят кубарем в разные стороны. А уж если кататься в дождь, так этого и врагу не пожелаешь. Поклонники хардкора оценят такой подход по-достоински. Впрочем, если этот режим вас не прельщает, можно переключиться на аркадные модели и играть будет проще. Тогда, даже если вы упадете с мотоцикла, есть шанс нагнать остальных. А вот если это случится в режиме симулятора, то лучше сразу сжать на рестарт. В игре позволяется в любой момент покататься на каждой из имеющихся трасс и опробовать любую из представленных моделей мотоциклов. От 125-кубовых, по сути, мотороллеров, до невероятно мощных прототипов, на которых по закону запрещено выезжать на городские улицы. Хотя наиболее увлекательным представляется режим карьеры, в котором можно пройти весь путь профессионального гонщика. От первых рубких поток до вершин спортивной славы. В этом режиме все по-взрослому. Выбираете гонщик, мотоцикл, водитесь с настройками, проходите квалификации, участвуете в заездах, постепенно зарабатываете репутацию в мире мотоспорта. Это очень сложно, сложнее, чем проходить отдельные треки. И похоже на карьеру настоящего пилота. Для всех любителей двухколесной техники и реактивных гонок вообще пропустить MotoGP 08 будет большой ошибкой. Так что вставляйте в дисковод заветный диск, и пусть начнется извечное противостояние. Человек против машины, машина против дороги, дорога против всех, все против всех. Далее в виртуалите. У Джеймса Бонда не осталось ни кванта милосердия. Что способно заменить домашний компьютер? Это в виртуалити. Мы вернулись. После триумфа очередного Джеймса Бонда в кино наверняка многие стали завидовать этому англичанину, который гоняет на крутых тачках с очень сексуальной хохлушкой, и при этом пользуется всякими модными девайсами. На помощь этим людям пришли игроделы. Теперь стать агентом 007, хоть и виртуальным, просто. Очень просто. Привет, я Данахо. Дэнни Данахо, я здесь, чтобы рассказать вам о кванте милосердия. Игра про Бонда. К слову, это первая игра про агента 007, выпущенная на консолях нового поколения. Это первая игра с участием Дэниела Крейга. Он играл Бонда, Джеймса Бонда, в последних двух фильмах. Мы надеемся, что аудитория, которая посмотрит «Квант милосердия», заинтересуется, а что же такого эти люди сделали в игре. Вот тут мы как раз и подоспели. Сама игра основана на сюжетах двух фильмов – «Казино Рояль» и «Квант милосердия». Мы работали бок о бок с людьми, которые создавали оба фильма. Поэтому геймплей многих сцен в игре повторяет события кинокартины. Например, в казино, как вы видите, вот тут на экране есть сцена в бассейне. Вы могли видеть эту сцену и в фильме. В игре это не менее часа геймплея. Это позволяет получить новые впечатления от этого момента. Кстати, каждый эпизод игры можно пройти по-разному. Можно достать свой Вальтер П-99 и просочиться сквозь врагов, как нож сквозь масло. Можно тихо прокраситься в режиме стелса. Можно сэкономить патроны и использовать только рукопашные приемы. В ближнем бою это отличная альтернатива — сбить врага с ног и навалять ему по первое число. Зачастую приходится проворачивать все тихо, чтобы гад не успел пикнуть с своим и предупредить о вашем присутствии. Как видите, разнообразие огромное. Мы очень тщательно проработали каждый уровень, чтобы дать игроку возможность выбора. Мы использовали все материалы, по которым снимался оригинальный фильм, включая досье на актеров и вырезанные страницы сценария. Также мы перенесли в игру все те декорации, в которых происходило действие фильма. Все, что мы могли осуществить в рамках игры про Бонда, Джеймса Бонда, мы сделали. Только что вы вживую видели «Квант Милосердия». Это был специальный показ для МТВ, русского МТВ. Ух, партини мне. Спасибо большое. Я вот тут подумал, а ведь в реальной жизни можно найти девайсы не хуже, чем у секретного агента. Знаю как минимум два. О них далее. Как преобразить мир вокруг одним движением руки? Как создать свою собственную реальность? Карманные мультимедийные компьютеры Nokia предназначены специально для этой цели. Представьте, что вы можете запечатлеть окружающий мир на цифровую 5-мегапиксельную камеру. Затем выложить снятое видео в интернет и читать комментарии на него. Или даже просматривать то, что выкладывают на самых разных ресурсах другие люди. Или даже смотреть телепрограммы в режиме реального времени. Возможности создания новой реальности доступны владельцам телефонов Nokia N85 и Nokia N96. Помимо полного спектра прелестей Web 2.0, встроенный музыкальный плеер никогда не даст заскучать надолго. Потому что имеющейся памяти хватит минимум на 30 часов музыки. Но если и этого окажется мало, то на N85 есть еще и FM-радио. Встроенная камера оснащена лучшей в мире оптикой от Carl Zeiss. А специальная функция дает возможность автоматически поставить на фотографию пометку о том, в какой точке мира она была сделана. Добавьте ко всему этому безупречное качество звука и уже предустановленный на Nokia N96 фильм «Трансформеры». Кино можно просматривать, установив устройство вертикально при помощи специальной подставки. Что же мы получаем? Адекватную карманную замену домашнему ПК или не совсем? Ну конечно, а как же игры? На Nokia уже установлено несколько игр N-Gage. То есть игры, специально разработанные для мобильных телефонов с повышенными стандартами качества. Коллекцию также можно пополнить, скачав с официального сайта N-Gage. В обоих Nokia игровые клавиши подсвечиваются, благодаря чему управление в играх существенно упрощается. Из всего этого напрашивается вывод. Создатели мобильных устройств явно хотели, чтобы идущий по улице человек ощущал в этом устройстве полноценный компьютер. Ощущал себя в онлайне. И видел вокруг то, что хотел бы видеть. Ведь окружающую реальность создаем мы сами. С Nokia этот процесс значительно упрощается. На сегодня все. На следующей неделе смотрите в виртуалите. Call of Duty 5. Достойное продолжение серии. Или так. Очередной шутер про Вторую мировую. Как облажались английские киберспортсмены. И пришло ли время присоединиться к World of Warcraft. С вами был Макс Васильев. Стэндбай.